Здорово, стратегические жевжики! Поиграем дуэльку в пятую ЦИУ. Вы, кстати, на канале Лёша играет и видите Алексея Халецкого. Периодически играем дуэльки в пятую ЦИУ. В этот раз случайный соперник. Карта полушария, то бишь морская. Давайте глянем, что ему выпало. Рим. Ну, Рим покруче, чем Франция. В Франции там способность на туризм, которая здесь не будет действовать. Ну, Шато может быть когда-нибудь. Но, правда, у меня место хорошее. Сразу есть мрамор, то есть чудеса нормально будут. Я никуда не буду уходить. Единственная проблема, видите, отсюда обстреливается и отсюда. Не очень приятно, но тем не менее. Но он тоже на море поставил. Так, чем можно было сначала, конечно, прыгнуть дуболомом, посмотреть, что тут у нас. Но я не вижу причин уходить отсюда. Холмики есть для производства. Я сюда прыгну. Ага. Вот тут интересно, есть ли проплыв. Конечно. Так, тут тундра. Тут, к сожалению, будет много варваров. И тут, соответственно, не самое лучшее место для города. Ну, блин, тут медь есть. Так, что я хочу? Наверное, культуру хочу. Ну, это тоже неплохо. Апнулись. То есть можно попробовать дань взять, если мы найдем ГГшку быстренько. Так. Так, к сожалению, всего лишь один молоток я выиграю при росте города. Так, давайте, наверное, и дальше рабочего делаем. Так, что у нас по городам? У него больше еды. Есть клетка на три еды. Так, тут нету проплыва снизу, если что. Хотя тоже неплохо. Лошадей у меня нету. Стратегический баланс, короче, так себе работает. Давайте, наверное... Блин. Наверное, майнинг все-таки начну. Вот этот лес буду вырубать. Подпоселенца. Потом надо будет все-таки... Давайте после майнинга, наверное, лучников, потом потери, чтобы... Или, блин... Или сначала... Ладно, сейчас я подумаю еще. Не уверен я, короче. Мне надо светилище построить. Да, он фиговое взял. У него он явно нашел ГГшку религиозную. Ну, или в Руинке. Но в Руинке реже такое бывает, что дают веру. Религиозная ГГшка. И взял очень общий пантеон. Я, конечно, буду на Кромлихе брать, судя по всему. Так, наверное, я сюда прыгну, чтобы быстрее пройти. Ну, вообще, немножко медленноватый старт, честно говоря. Он там уже явно в три жителя сидит, да. Ну, за счет того, что у него три еды. Я все равно не успею. Шьерт побери. Ладно, давайте, наверное, сначала Поттер. Я не вижу пока смысла лучника строить. Да, что-то с производством. Грустненько совсем. Оно есть, но вот именно на данный момент его нету. Так, идем сюда, начинаю посело. Блин, не хочу тратить силы. Наверное, так пойду пока. Блин, мне тут еще посмотреть, что... Да, может мне рабочим, кстати, глянуть? Ух ты, тут у нас еще проход. Черт, как-то... Походу, здесь надо будет города ставить. Нет, пошли... В Кромлихе. Ага, вот так тут. Ну, придется тут город ставить, явно. Ну, вот следующее, имею в виду. Так, давайте я точно посмотрю. Очень странно заниматься разведкой. Разведь этим рабочим. Наверное, прям на медь ставил, скорее всего. Улуру. Тоже прикольно, но далековато. Блин, улуру тоже круто. Надо тут еще глянуть все-таки. Нету рыбы. Да, но тут город очень легко берется, да? Вообще хрен знает, как его защищать, если что. А вот сейчас, по-моему, веру дали. Да. Я только сейчас закончил святилище строить. Черт, можно было не строить. Я все-таки на Кромлихе возьму. Блин, что-то так не нравится мне сюда город ставить, я вам честно скажу. У него там с развитием. Блин, у него уже 5... Уже население 5 в городе. У него там явно на 3 еды просто куча кля... Ну, может, амбар он еще построил. Там, наверное, амбарные ресы, скорее всего... Ну, либо бананы... Либо обычно оленей много вокруг. Блин, что-то странноватое, конечно, начало. Блин, а вот это хреново. Я еще... Я еще на болоте стоял. Это минус к защите. Черт. Блин, так все хана моему копейщику. Я еще идти надо, чтобы лучник его не долбил. А, ну он вообще должен уровень получить. В какой-то момент... Да, уровень, ладно, выживет. Так, пойдем, наверное... Засвечивать на всякий пожарный. Буду все-таки наметить. Блин, такое хреновое место. Черт. Игра предлагает там ставить. Но я же не защищу сейчас. Блин, наверное, надо все-таки туда идти. Мне очень нравится. Я тут не смогу защитить. Стоим. Ждем. Очень... Очень медленный старт. Очень все плохо, ребят. Так, дальше, наверное, календарь. Плюс еще тут сейчас у меня будут варвары периодически появляться. Ой, надо было, наверное, лошадей обрабатывать. Не, лошади все-таки у меня есть, видите? Да, наверное, все-таки сюда лучше. Потом, возможно, кулуру город еще встанет тогда. Блин, так все плохо. У него там столица уже 5 жителей. Уже 6. Господи, как он там отъедается вообще? Не понимаю. На рост возьму. Потому что тут у меня есть... Я смогу сейчас обработать 2 реза, чтобы счастье было. Ай, дальше лучника еще. Пошли. А, там еще и Кайлас был. Вот там ГГшка, к сожалению. Но я буду сюда город ставить. Раз, два, три. Я дотягиваюсь до меди. Нормально. Не стоит сюда двигаться, потому что может... Хотя нет, не может. Прошлым ходом появилась галера. Давайте тут проверим. КГшку встретим. И железо надо найти, кстати, да. Вообще, кромлихи бы мне еще строить. Генуя. Так, постою здесь, подожду, чтобы рабочий подошел. Не, ну игра предлагает сюда, но я не смогу караваны посылать. Я буду сюда ставить. Вот так идем. Ну и здесь, наверное... Нет, давайте рабочего. И... Забираем тут рабочего. Так, ну немножко, чуть полегче. Я тут еще исследую, но вообще, у меня этого лучника надо будет вот здесь держать. Тут явно будут варвары появляться. Давайте уже на производство переброшу. Храм Артемиды. Не сомневался, что что-то такое, но мне кажется, тут храм Артемиды не самое важное. Так, и тут так исследую. Не просил даню Генуя, потому что все равно армия сильнее у моего соперника, он явно... Ну то есть, мне бы Генуя не дала 100%. Так. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты всё ещё не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров «Жевжиков Патрициев», а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Суперспасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Так, всё исследовано приблизительно, да? Не, в принципе, места-то хорошие, но очень криво мне приходится всё ставить. По-моему, придётся... Видите, ни сверху, ни снизу проплыть нельзя на ту половину. Получается, ну, кулуру надо ставить город с одной стороны, а с другой стороны он, ну, как мне его... Даже не знаю. То есть он не помогает этим городам, получается. Так, всё, начинаем мавзолей в Геликарнасе делать. Он мне тут реально очень важен, потому что у меня два камня. И теперь три ремы откроем. Так, возвращаемся. Давайте здесь сделаем. Плантацию. Пока что он будет вот эту пшеницу первым делом добывать. Амбар я в Париже не построил, да? Может, стоило амбар всё-таки сделать до... Обработали бы мрамор и тогда строили мавзолей. Ну, потому что мрамор ускоряет постройку чудес. Видите, я практически вернул отношения с Геновой, потому что она явно хотела, чтобы этот лагерь был уничтожен. Так, следующим ходом добавится. Я тогда переключу сюда. Так, он вышел в античность. Где у нас каменная мастерская ещё? Ага, в календаре. То есть мне надо будет ещё каменную мастерскую сделать. Ну, маловато всё равно камней. Тут ещё есть только мрамор и всё, да? То есть пантеон такой средненький. Но я не вижу, какой было бы лучше взять, честно говоря. На плантации культуру? Ну, мне кажется, тут вот вера-то получше будет. Видите, 6 ходов было 8 и сразу мгновенно стало 6. Тупо потому, что мы добавили мрамор. Не знаю, давайте я где-нибудь вот тут буду держать копьё, чтобы можно было и туда, и сюда забежать по-быстрому. Так, лошадей. Этого, наверное, на лошадей отправим. Этого на овец. Тупо стоим в Орлеане. Так, Генуэ можно уже защиту пообещать. Кто не в курсе, зачем я прокликиваю рабочих, которые уже стоят, что-то делают? Это для того, чтобы они не прекратили работу, если появятся варвары. Тут как-то странно сделано, что варвары движутся, как будто это конец хода. То есть я ещё хожу, но они как бы в конце хода. А так как рабочие так запрограммированы, что они прекращают работать, когда рядом с ними варвары находятся, то, соответственно... Знаете, я, наверное, аристократию возьму, чтобы быстрее... Тут чудеса строились. Получается, что они в конце хода прекращают работать, потому что рядом с ними варвары. И, соответственно, мы теряем ход. А когда я так прокликиваю, они точно будут работать, потому что у них ходов нет. Так, и так два хода, и так два хода. Поэтому так оставим. И дальше, наверное, философию. Лагеря мне не нужны. Да, пошли в философию. Даже не свои люди... Ну ладно, давайте глянем. Но я уверен, что я отстаю. Особенно вот по еде. Потом уже караваны, скорее всего, запустил. Но он не открыл письменность. Ух ты, прикол. Так. Так, ладно. Всё пока, наверное, не так уж и плохо. Смотрите, здесь варвары могут появляться только вот на этих клетках. Лагеря варваров не появляются на ресурсах. Поэтому я думаю, что здесь уже варвары точно не появятся. Я засвечиваю эти две клетки. Так, тут библу. Здесь сначала каменную мастерскую, потому что она ещё тут по молотку добавит. Нет, давайте лучше сначала караван, потом каменную. Надо уже отправлять сюда караваны. В столицу, я имею ввиду. У нас в столице вообще не растёт. Да, вот так оставим. Генуэ больше ничего не хочет пока. О, ах он тварь высадился. Вы посмотрите. Хорошо, что я успел здесь. Ну, он, по идее, не должен успеть мне разграбить. Ну, вообще у него... Так, слушайте. Традиция, да. Ну, армия у него на 10 тысяч больше. Блин, значит, метререму сначала надо тут строить. Он отсюда может приплыть, уже грабить. Да, вполне может убить. Ну, один ход должна ещё постоять. Лучник, я имею ввиду, должен ещё постоять ход. Р party. Рыба-рыба. Рыба-рыба. да копье больно ладно хрен с тобой золотая рыбка но лучника жалко но сейчас разграбит вылечится у меня нету смысла вы даже тут атаковать пока что так стоим блины он еще армию строит главное он сейчас лучниками ко мне поплывет кое-что здесь вот тут очень легкий проплыв какой-то давайте мы не будем здесь наверное блин надо и караван тоже нужен три ремы еще нужны все плохо все равно видите какой тут проплыв замечательный так он вышел все-таки в письменность метколуки при этом он открыл то есть он вполне сейчас метколуками может приплыть ко мне думаю надо еще три ремы здесь он строит армию то есть он поплывет ко мне армия сейчас главный вопрос откуда он это будет делать вообще выглядит вполне рабочая схема вот тут где-нибудь высадится но он по-моему только вот тут открыл территорию но он строит армии уже 33000 нету смысла обрабатывать наверно пойду узнаете что пойду лошадей починю что у него два копья так он к вебек засоюзил но я бы так вот встал так давайте еще караван а не могу а комбар тогда сначала копье убил конечно но не скажу что меня это прям радует все давайте еще три рему нам надо море тут контролировать так много как так 222 сделать 32 искать так будет я бы тут стоял с орел чтобы он не поплыл тут как бы мимо меня тоже не проплыть из-за зоны контроля наверно лес пойду вырублю на караван серьезно он еще одну высадил то есть он в конце хода что ли будет на на воду спускать юниты он в конце хода спустил а потом высадил вот и гэгэшка с которой он взял пантеон свой что ясно с тобой хитрован на последних секундах ходящий ну наверно лучника надо сделать блин может заглянуть метка луки пока у нас нету нац колледжа тем более он их открыл соответственно нам дешевле это все будет не знаю почему он прям стремится здесь пролезть так на всякий случай тут разведу но я уверен что тут ничего нету ну если нету проплыва ну а метка луки пошли ну вот он все-таки решил тут высаживаться чтобы париж атаковать понял что и а и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Тут спрячусь, я не знаю, что тут стоит этот лучник, ничего не делает Ого, господи, задолбал, вот честно Я уверен, что он сейчас скоро сдастся Хотя, может, надо было защитник Веры взять Да, блин Так, теперь все-таки в Голиасы пошли Не дал он мне нацколеж построить, что, конечно, нехорошо Хорошо Конечно, лесопилки бы неплохо, но мне дороги нужно, чтобы юниты подводить А что я так... А, я религию основал Там много очков, да Ну, я не представляю, честно говоря, как теперь у меня тут берется Как он планирует меня захватывать Еще одного композита, а потом уже... О, я уже его обогнал по производству Так, ну, проблема в том... 112, да, он уже драма и поэзия, то есть... Он в Голиасы, наверное, быстрее выйдет Мне нужно нацколеж Последнего метколука и буду... Библу и нацколеж строить Блин, ты задолбал, тварь Вот только что он ходил И теперь требует, чтобы я быстрее ходил Может, его кикнуть нахрен? Я буду сейчас специально до конца таймера ходить Потому что, ну, это просто... Значит, чувак вот обстрелял... У него закончил ход и требует от меня, чтобы я заканчивал Охренел полностью Так, тут же у нас не холм? Нет Охренел... Продолжение следует... Ну нет, надо было тут дорогу делать не совсем правильно. Так, значит здесь библиотеку. Ну, наверное, пока так постоим. Вообще я могу и сюда прыгнуть. Потому что этот обстреливает этого. А, вот этот может еще, блин, да. Многовато стреляющих все-таки. Продолжение следует... Интересно, а будет ли он там город ставить? Интересная идейка поставить город там. Мне кажется. Кстати, он по какой-то причине не разграбил мне рудник. Ну и не полечился, соответственно. Так, двумя этими обстрелял. Значит, можно прыгать сюда. И дорога есть. Давайте, наверное, вот так сделаем. Он, скорее всего, будет... Сейчас посмотрим. Надо тремя смотреть, но я думаю, что он будет по этому стрелять. У галерея. Так. Тремя выстрел... Выстрел. Окей. Значит, так... Так. И меняем местами. Один ход. Ладно, давайте тут встанем, чтобы он в городе лечился. Отступает паренек. О, блин. У нас тут проблемки появились. Может купить, кстати, эту клетку 35, нормально. Заячь, он решил спуститься на воду здесь. Так. Ну, походу, отбились. Я не вижу, чтобы он тут сейчас мне мог что-то сделать. Но он голиасами наверняка придет. И в голиас он раньше выйдет, судя по всему. О, блин. Ну, все равно у него армия больше, как мы видим. Так, есть нацколледж. Есть три рема. Ну, я бы, наверное, еще одну сделал все-таки. Здесь. Блин, пять, шесть. Я просто думаю, ставить мне третий город или нет. А у него сколько? А у него вообще один. А у него один. В один город играет, ребята. Вау. Не, тогда два нормально. О, он с той стороны подошел. Прикол. Интересно. Так, ну мы валим тогда отсюда. Так, и тогда тут мы, наверное, меткалуки. Он какой-то фанат меткалуков на морской карте. Это, конечно, прикольно. Необычно. Давайте вот так сделаем. Тут я, собственно, отбил. Не думаю, что у меня там что-то может теперь угрожать. Ой, ой. Опять, опять в последний этот ходит. Вы понимаете? Давайте в итоге получилось, что я вот эту дорогу правильно проложил. Прикиньте. Ну что, он там, ну, должен сдаваться уже. Шифтинг, понятно. У него шифтинг. Ну, короче, он... Ой, блин, господи. Как люди играют. Он решил, мой фастклик это шифтинг. Когда, понимаете, шифт в конце хода происходит, а фастклик в начале хода. И это конкретно видно, где фастклик, а где шифтинг. Блин. Ну, давайте загрузимся, посмотрим, что у него было. Так, он играл чисто в один город. Да, у него, видите, на три еды коровки есть. Ну, нормальное место, в принципе. А, знаете, а тут прикол в том, что ему реально негде ставить. Вау. И, кстати, он ошибся, что он сюда пёрся. Ну, реально, если бы он вот прям с этой стороны сразу начал вот тут высаживаться и так идти. Я не знаю, ну, во-первых, ошибка один город, всё равно, ну, можно поставить, вот тут можно поставить. Да, ну, это хреновые места, но всё равно можно поставить. Я уже молчу о том, что, ну да, вот сюда ставится город, между прочим. Вполне нормальный город. Вот на эту клетку я бы вообще даже поставил. И караваны добираются, и вообще, да. То есть, он решил враж меткалуков на морской карте. Причём он вначале просто пёрся вот в эту ступень. Какие-то, сколько у него времени это занимало туда. Ну, давайте даже посмотрим просто. Девять ходов, как минимум. Девять ходов. Если бы он вот сюда высаживался, действительно, и шёл вот в эту сторону, то у меня были бы большие проблемы. И намного раньше. Ну, вот реально, вот так вот иди, и всё. Тут уже, вот это вот место вообще хреновое. Ну, и вообще, у него нету флота. Вообще, в принципе, нету ни одной триремы. Прикол. Конечно. Ну, и игра в один город. Не знаю, я думаю, что ему после Артемиды надо было ставить, ну, клепать. Так, а где он по науке находится? Он вообще даже, он даже не в Голиасы шёл. Не знаю, может, конечно, пикинёром, если бы он начал приходить, было бы мне больно, но я к тому моменту бы вышел в Голиасы. Интересная, конечно, игра со стороны соперника, но много ошибок. То есть, был бы второй город, и он бы тут отъедал, ещё круче для него было бы. Да? Если бы он эту всю армаду, которую он тут высаживал на этом неудобном полуострове, отправил бы сюда, я думаю, он бы уже точно победил. То есть, вот тут, мне кажется, я бы тут не смог бы отбиваться. Хотя у него, опять же, у него нету ни одного юнита на захват города. Он просто стреляющих понадел, и всё. Ну, не знаю, в общем, по-моему, интересная партия получилась. Как-то необычно действовал соперник. Я думаю, вам понравится. На этом всё. Играйте в умные игры, и слава Украине! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok